Сегодня председатели профсоюзного комитета завода СПС Айнура Сафина ждут 26 человек. В гости к ним мужчина отправляется, соблюдая все возможные меры предосторожности, в защитной маске и медицинских перчатках. Профсоюзная организация приняла решение посетить на дому наших ветеранов, так как они относятся к той категории граждан, которые вероятно заразятся наивысшие. Поэтому мы решили посетить их на дому, снабить их немножко продуктами питания. В состав продуктовых наборов входят крупы, макароны, изделия, сыр, подсолнечное масло, чай, сладости, мясные и хлебобулочные изделия. Это я, Сафин Айнур. Правком. Правком. Гузель Исламова работала аппаратчиком на Нижнекамске в Тихиме. В 2013 году женщина вышла на пенсию по состоянию здоровья. Самоизоляцию пенсионерка считает единственным способом уберечь себя от инфекции. В условиях распространения коронавируса Гузель Исламова старается из дома не выходить. Потому внимание предприятия, на котором она проработала много лет, очень важно. Огромное спасибо, что пришли, принесли продукты. Я благодарна. Дома в режиме самоизоляции, не выходя из квартиры, находится и из могил шокерзианов. Поэтому гость из предприятия, на котором отработал более 10 лет, мужчина был очень рад. Большое спасибо предприятию, что о нас заботится. Не забывает. Большое спасибо. Вместе с продуктами нефтехимики также вручают медицинские маски, которые на дому шьют добровольцы из числа сотрудников, работающих на удаленном режиме работы. Регина Нурмухаметова, Катерина Короленко, Власти Магин, НМедиа.